Слава Украине, друзья, всем привет, с вами Andy Vax и сегодня мы будем говорить про минорный, но очень-очень крутой апдейт для Cable Guys Shaper Box версия 3.5.1, которая вышла всего несколько часов назад и которая наконец-то позволит нам с вами меняться пресетами. Также поговорим про Reverb Shaper, я подробно расскажу про этот замечательный модуль, который вышел последним, и обязательно задонате на Вооруженные силы Украины, в описании ссылочка, огромное спасибо за донат и мы начинаем, погнали! Итак, самая крутая новость, конечно же, это обмен своими пресетами, а именно пресеты, их загрузка и сохранение формата fxp, причем неважно какой плагин, какой хост, ввести AU, AEX, любые форматы плагина, любые хосты, вплоть до Pro Tools, возможен обмен пресетами. Для сохранения нажимаем Save, для загрузки нажимаем, соответственно, Load. Также в новый апдейт добавили интересную фичу для каждого модуля при повыделении. В нижней части появилась вкладка Favorites, если мы на нее нажмем, вот тут в Favorites, например, у меня совершенно разные огибающие, которые можно очень быстро таким образом вызывать. И хорошая новость в том, что мы можем экспортировать свои Favorites и можем импортировать сторонние Favorites и, конечно же, в своем банке, который я сегодня выложу в магазин antivax.com, там будут и мои Favorites для каждого модуля, 92 пресета и также мои импульсы, которые включают в себя импульсы снаеров 80-х, AMI Sniff RMX16, культовую машину, Chamber камеры, гитарные кабинеты, маленькие спикеры, пружинный ревер и загадочный Vax Vider, эффект псевдостерео с Lexicon LX480. В общем, крутой апдейт, несмотря на то, что он минорный. Ну а мы двигаемся дальше. Ну что ж, друзья, давайте послушаем для начала, на что способен ShaperBox, в частности, с использованием большого количества модулей и Reverb Shaper. Начнем с kick большого барабана. Теперь давайте послушаем несколько примеров. Тут будет звучать бочка, kick и бас. Вот как они звучат в оригинале. И вот как с обработкой несколькими модулями. Далее бочка для ориентира и звучание массивного синтезатора, так называемая супер пила. Сначала без обработки. В данном случае модуль Time он замедляет партию временами и благодаря огибающей в модуле Reverb Shaper, когда синтезатор не звучит, мы получаем вот эти отголоски ревербератора. То есть просто до неузнаваемости меняется партия. Далее вот пример чистого звучания томов, классическое звучание 80-х. Это линдрам, детка. И далее обыкновенный ревер Shortgated, нелинейный. То самое звучание, которое мы все знаем и любим. Далее партия закрытого хета. И просет оркестр хетов, который я сделал. Вот как вы видите, позволяет сильно оживить партию. Ну и наш любимый Cowbell, из которого с помощью ShaperBox можно получить вот такой результат. Опять же, как вы видите, все модули задействованы. Ну что ж, давайте теперь разберемся, что такое Reverb Shaper, как он работает. Расскажу про некоторые фишки. То есть максимально сейчас попытаемся разобраться в этом на самом деле простом и очень эффектном приборе. Когда мы нажимаем на Гамбургер, здесь есть такой пункт Show User Reverb Folder. Нажимаем. Тут у нас такая длинная инструкция, которая касается импульсов. Их длины, размера, частоты и так далее. Open Folder. Если кнопку нажать, откроется папка и туда вы можете накинуть своих собственных импульсов, чтобы использовать их внутри ShaperBox, а в частности Reverb Shaper. Причем можно накинуть не просто аудиофайлы, а раскидать их по папкам. В моем случае, вот если нажать на имя импульса, в самом конце справа появится User Catalog. И здесь у меня 80-е, всякие нелинейные звуки, короткие, длинные. MS-NIF, RMX 16. Камеры, то есть это реальные помещения. Гитарные кабинеты, которые я очень часто использую на бас-гитаре, на вокале. Это очень прикольная, секретная фишка. Спикеры, всякие маленькие динамики, айфонов и так далее. Пружины всего 42, абсолютно разных пружин по звуку. И Vax Vider это такой псевдостерео с Lexicon 480, который очень часто спасает ситуации, когда у вас моносигнал и нужно сделать такой псевдостерео эффект. Все эти импульсы доступны для моих Patreon и Telegram подписчиков. Ссылка в описании к этому видео. Давайте поговорим теперь непосредственно про Reverb Shaper. Send у нас задает, что именно мы отправляем вот в эту комнату. Это нечто вроде вот в рамках одного плагина посыла на внешнюю обработку. Поэтому если мы опустим в ноль наш Send, и давайте посмотрим на волновую форму здесь, которая отображается, и подумаем, на какую часть сигнала мы хотим воздействовать, какую вот, допустим, снейр я хочу отправить. Только один маленький снейр хочу отправить на ревер, и все. Вот здесь он звучит. Давайте нарисуем здесь такой пик. И вот эта часть снейра, она попадет, отправится на обработку вот этой виртуальной комнаты. Обратите, опять же, внимание на отображение волновой формы. Дикей – это огибающая громкость. Все очень просто. Мы, допустим, сокращаем дикей и затухание, и как видите, у нас наш супер длинный ревер становится коротким. Сайз – это манипуляция воспроизведением файла. Если у нас стоит на 100%, у нас воспроизводится наш импульс, нашего помещения, вот один в один, как он есть. Если мы size, то есть размер, сокращаем, у нас воспроизведение происходит быстрее. Это влияет как на длину нашего виртуального помещения в данном случае, так и на высоту воспроизведения. И то же самое, если мы добавляем в плюс на 200% максимум, у нас происходит такое некое замедление питча. Давайте послушаем, как это звучит. Я полностью перевожу состояние wet, чтобы мы четко все слышали. То есть меняется характер. В каких случаях это нам может пригодиться? Это нам однозначно может пригодиться, когда мы используем комбоэмуляцию. Давайте это послушаем. Сделаем так, чтобы наш весь сигнал обрабатывался. Загрузим мой юзер импульс, любой рандомный кабинет. Это гитарный кабинет, такая себе колоночка с динамиками, снятая микрофоном. Уже интересный характер. Теперь давайте с помощью size попробуем поменять характер, поменять эти вот резонансы, которые были записаны при снятии кабинета. То есть если даже мы не на гитаре это применяем, а вот на барбанах все равно можно вот этот пик резонансный его смещать. Такое себе интересное средство для саунд дизайна. Давайте вернемся на стандартный холл. Это что касается дикея и сайза. Теперь, допустим, у нас ревер очень длинный. Опять же, давайте нарисуем какую-то огибающую. Например, вот здесь во второй половине, там где snare звучит. Послушаем. Все шикарно, но хотелось бы, чтобы это все звучало короче и обрубалось сразу же, как будто топором. То самое агитированное звучание 80-х. Включаем кнопку gate и у нас, как вы видите, decay преображается в слайдер с указанием времени в миллисекундах. И также вот тут мы видим на отображении волновой формы, что тоже все меняется. И вот так резко обрубается наш звук. Давайте послушаем. Типичное звучание 80-х. Теперь давайте попробуем использовать какую-то ритмическую кривую, которая подходит под вот эти барабаны, под этот грув. Так, методом научного тыка. Уже интересная текстура, которую будет сложно вообще повторить кому-либо. Поэтому reverb shaper это скорее всего у многих такое секретное оружие. Давайте поговорим про параметр pre-delay. Pre-delay это очень простой параметр. Он управляет тем, насколько быстро звучит отраженный или wet, да, мокрый сигнал. В данном случае он сразу же звучит. Вот 0 миллисекунд. Здесь можем задавать значение в миллисекундах. Или если мы чуть подальше потянем слайдер, мы увидим, что здесь происходит привязка к темпу. 1.16, 1.8, 1.8 dotted с точкой и 1.4. Это нам дает очень интересный ритмический эффект. Давайте послушаем в дефолтном состоянии без pre-delay. 0 миллисекунд. И теперь 1.16. Это реально интересно звучит. Спецэффектно и очень интересно. Давайте послушаем 1.8. Зимую. Такая ты там, такая ты там. То есть грув какой-то свой появляется. Очень интересно. И опять же можно ревер таким образом импульсы переключать, подбирать, чтобы это звучало интересно. Следующий параметр это ширина стереопанорамы. В ноль это в моно, 100% дефолтное состояние и 200% стереорасширение. Давайте послушаем. Отлично. Все параметры кроме кнопки clear tails разобрали. Давайте поговорим про clear tails. Фишка всех реверов в том, что если у нас стоит ревер с очень длинным красивым хвостом, у нас ноты, которые ревер будет продлевать, они будут налазить на следующий аккорд и еще на следующий, создавать дисгармонию, диссонанс неприятный. Поэтому в ShaperBox придумали очень классную фишку. Итак, давайте послушаем пример. Это аккорды, которые отличаются нотами, они разные. И поэтому при использовании импульсов с длинным хвостом, особенно на низких частотах ноты начинают продлеваться, неприятно пересекаться и очень неблагозвучно с диссонансом звучать. Давайте послушаем исходник. Загружаем ShaperBox, новый просет, ревербератор. Используем эпичную категорию Halls of Light. Давайте послушаем, как это звучит без опции Clear Tails, когда хвосты нот будут накладываться друг на друга и неприятно звучать. Да, на низких частотах проблема явно вылезает. Поэтому у нас сейчас тут включен режим синхронизации. Давайте войдем в режим аудио, чтобы у нас была реакция именно на входящий наш аудиосигнал. Далее нажмем шестеренку, убедимся, что вот этот External Side Chain выключен, чтобы сигнал у нас брался не извне, а непосредственно с дорожки. У нас PET, то есть комплексный сигнал. Давайте включим режим комплекс, всю полосу и посмотрим, что попадает вообще в детектор. Вот четко видно, что то, что нужно, попадает. На шестеренку нажимаем. Что теперь? Теперь нажимаем Clear Tails. И фишка в том, чтобы нарисовать какую-то кривую, которая отрабатывалась бы. Вот такую, например. И так как у нас очень длинный хвост, давайте поставим аж четыре такта. И сейчас послушаем и посмотрим на вот эту волновую форму, как при включенной опции Clear Tails. При каждом новом аккорде у нас будет звучание обнуляться, хвост будет этот обрубаться и будет звучать уже отголосок от нового аккорда. И хвосты не будут пересекаться некрасиво. Слушаем. Идеально. Так что Clear Tails может нам пригодиться либо для какой-то спецэффектности, либо вот для такой расчистки места для наших хвостов. И давайте теперь поэкспериментируем с нашими полосами, а потом может впоследствии еще каких-то элементов добавим. Начнем с Mid-диапазона. Так, уже какой-то интересный ритмический рисунок появился. Теперь давайте выделим высокие частоты. Сюда загрузим тоже какой-нибудь импульс. Можно пока стандартный. Стандарт холл там потом определимся. И давайте что-то интересное опять же добавим. Возможно, используя, например, какую-то Say Chain кривую. Обратите внимание, что когда мы находимся в режиме редактирования кривой, вот этой точкой, да, ромбиком, подсвечивается, что именно мы редактируем. Если мы нажмем сюда, мы редактируем Send, то есть то, что отправляется на ревер. В данном случае будет все отправляться. А если мы нажмем сюда, будем редактировать кривую громкости нашего ревера для высоких частот. ДИАПАЗОН на 3. Нажмем на Low. Давайте вернемся к стоковым импульсам. И используем какую-то ритмическую кривую интересную. Это уже реально классно звучит. Давайте используем режим гейта. Поэкспериментируем с длиной звучания. Супер-пупер! Давайте теперь добавим мой любимый модуль под названием Time. Обратите внимание, что возле некоторых модулей есть вот такие кнопки. Это так называемые пресеты. Если, например, нажать на кнопку Send при загрузке ревер шейпера, то у нас ревер загрузится с DryVet регулятором полностью вверх. То есть мы услышим как только Send, только обработанное мокрое звучание. Поэтому давайте Half Time нажмем на кнопочку пресета. Это у нас будет замедление в два раза. И наше замедление в два раза в наш модуль перенесем в самое начало. Отлично! Что еще можно сделать? Давайте с DryVet поэкспериментируем. Низкие частоты не будем трогать, чтобы не было лишних искажений. Как вы видите, я использовал на среднюю частоту Drive, то есть Distortion. Включил огибающую. И что при этом происходит? Наш сигнал попадает в детектор плагина. И когда пики сигнала попадают в детектор, у нас включается наш Drive. То есть добавляется вот в момент вот этих краткосрочных пиков искажение. И вот, собственно, это мы здесь и можем увидеть. Опять же можем разделить на три частоты. На высокую частоту давайте попробуем наложить эффект Grip. Такой статичный Drive это неинтересно. Опять же, давайте попробуем какую-то интересную кривую, чтобы параметр Drive искажения по этой кривой отрабатывался. Отлично, теперь давайте модуль Liquid это у нас Flanger или Phaser. Вот если вы заметили и услышали, фидбэк радикально влияет на количество эффекта. Давайте попробуем опять же по какой-то креативной кривой выпустить. Вот в этих граничных моментах сверху снизу не нет эффекта, а тут посередине он будет слышен немножко, будет немножко меняться характер. Давайте опять же по какой-то кривой попробуем запустить, причем по такой радикальной кривой. И попробуем обработать, например, только средние частоты этим Phaser. Прикольно, но весьма статично в один и тот же момент все это происходит. Давайте попробуем добавить какой-то рандомности с помощью огибающей. И с помощью изменения времени с одного такта, например, на один с половиной. Отлично, идем дальше. Краш, биткрашер. Опять же какую-то ритмическую кривую давай интересную вот такую дадим. Следующий модуль шум. Тут тоже надо поэкспериментировать. Выделяем высокие частоты. Давайте добавим эффект, например, винила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, далее у нас остался фильтр. И в нем, кстати говоря, тоже есть некое подобие драйва под названием DIST. С режимом Hard DIST. Давайте послушаем. Поменяем тип фильтра на 24 дБ. Крутизна, чтобы было побольше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 с чего мы начинали и к чему мы пришли вот таким экспериментальным путем в общем как видите возможности огромное количество особенно радует что здесь по сути дела возможно применить три разных ревера с разными огибающими и все это может также реагировать на входящий сигнал словом уникальный прибор уникальный прибор который в виде шейпер бокс плагина используется в каждом тупо в каждом моем проекте и настоятельно рекомендую вам если нет лицензии то по крайней мере попробовать дема и приобрести потому что прибор реально очень крутой экономит время и работа с ним это реально очень весело вот есть такое понятие fun когда вы получаете кайф экспериментируя это вот как раз про шейпер бокс все просто на самом деле минималистично лаконично и очень круто если мы заходим в браузер можно делать поиск в пресетах по модулем которые используются в наших пресетах так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok